Очень много думаем о будущем и просто приняли решение уйти от этого человека. Меня не ценят. 100 тысяч подписчиков, понимаете? Счастье может быть другим. Всем привет! Меня зовут Лиза, я очень рада приветствовать вас на моем канале. Здесь про саморазвитие, про мой путь, про поиски приключений на одно место. Так что добро пожаловать! В прошлом видео я просила вас написать в комментариях, на какую тему вам интересно было бы увидеть следующее видео. И одной из тем была тема про психотерапию. Она мне очень откликается и мне было бы действительно интересно с вами поделиться тремя топ-инсайтами, которые перевернули мою жизнь. Как я уже рассказывала в прошлом видео, в ноябре месяце я обратилась к психотерапевту. И это было достаточно такое осознанное решение, которому я, наверное, очень долго шла и не могла решиться. Но после того, как сходила уже на первый сеанс, поняла, что все мои откладывания были очень-очень зря. Но сейчас не об этом. В работе с психотерапевтом начало многое вскрываться в моей голове. На многие вещи я начала смотреть абсолютно иначе. И процесс вот этих вот осознаний, он продолжается до сих пор. И, конечно же, есть какие-то суперинтимные, суперличные вещи, которыми я, наверное, еще пока не готова делиться. И я считаю, что это абсолютно it's ok. Но есть три инсайта, которые действительно такие важные, наверное. Я вот специально даже взяла блокнот, в котором у меня были записаны все мои созвоны, все мои осознания, инсайты и так далее. Я выписала прям список всех моих инсайтов, которые были, и выделила такие вот основные три самые топовые, которыми я сейчас с вами поделюсь. И первый из инсайтов — идеализация будущего. Наверняка многие из вас, как и я, очень много думаем о будущем, и у нас есть какая-то идеальная картинка. Но важно понимать, что вот эта картинка в голове, она очень сильно идеализирована, и нам приятнее находиться там, приятнее находиться вот в этих вот идеализированных представлениях о нашем будущем, потому что там нет проблем. И важно понимать при этом, что когда этот момент наступает, часто мы не испытываем того, чего ожидали испытать, когда мы об этом думали, просто потому что эта картинка идеализирована. Но для меня важным инсайтом была не идеализация картинки, потому что это в целом, ну, как бы очевидно, а сама суть того, что мне приятнее там находиться, и я не живу настоящим, а именно все время нахожусь вот в этом вот состоянии, что когда-то со мной что-то случится, и я буду счастлива, и мне будет прекрасно, мне будет хорошо. Это просто и-лю-зи-я, понимаете? Второй инсайд, который мне очень сложно было осознать, он прозвучал так из уст психотерапевта, что мало кто будет показывать на людях рай в шалаше. Сейчас поясню, о чем эта мысль. У меня было всегда представление, что вот та идеальная картинка, которую транслируют блогеры в инстаграме, это и есть идеальная жизнь. И мне очень трудно было принять и осознать тот факт, что счастье может заключаться не только в бабках, в путешествиях, в признании, в успехе, в популярности и так далее, а что есть другая картинка, которая просто не транслируется. То есть у нас в голове складывается такая вот ассоциация а-ля счастье равно деньги, популярность, путешествия, Мальдивы, Бали и так далее, 100 тысяч подписчиков, миллион подписчиков, просто потому что мы постоянно это видим, видим вот эту картинку, которую транслируют. И у нас не остается места в голове для того, чтобы понять и осознавать, что счастье может заключаться абсолютно в другом, что ты можешь быть счастлив действительно в доме, в деревне, и это будет настоящее искреннее счастье. И сейчас речь идет не о деньгах, не о финансовом благополучии, а именно о том вот осознании, что мы неосознанно воспринимаем как раз вот это вот слово счастье именно в соотношении с теми результатами, которые мы видим. Мне это было крайне непросто осознать. То есть я шла к определенной картинке в своей жизни, потому что я вижу, что люди, которые живут такой жизнью, они действительно счастливы. И когда я осознала, что просто другой вид счастья, он не транслируется, и я этого не вижу, и мое подсознание не совсем понимает вот эту аналогию, что домик в деревне равно счастье. То есть это где-то внутри ощущается, но в связи с тем, что мы это не видим регулярно, в голове этого пунктика как бы нет. И для меня это было таким мощным осознанием, потому что у меня действительно была некая гонка, и когда я поняла, что счастье может быть другим, и как бы приняла именно вот этот факт, что это настолько было неосознанно просто потому, что я вижу одну картинку и не вижу другую картинку. И для меня это стало сильным таким осознанием, которое очень много изменило в моей голове. Надеюсь, вы поймете, о чем я. У кого есть подобные мысли, или кто сейчас понял, о чем я говорю, и у него произошло какое-то осознание, дайте мне знать в комментариях, мне будет очень интересно, правда, почитать. И крайний инсайт. Когда вам кажется, что вас кто-то не ценит, скорее всего, это вы не цените себя. Сейчас объясню. У меня была ситуация с моим работодателем, мне казалось, меня не ценят, мной пользуются, не уважают мое время, не уважают мои границы, я постоянно должна додумывать и угадывать. Но когда мы начали с психотерапевтом прорабатывать эту тему, было довольно непросто к этому осознанию прийти, но вот как только мы развернули всю цепочку, и в моей голове действительно выстроилась четкая картинка, я поняла, что на самом деле не меня не ценят, а я себя не ценю. Почему? Объясню. Я сама не выстроила границы, я сама позволила с собой и со своим временем так обращаться. Я сама не озвучиваю, что мне, например, не нравится в нашей работе. Как только я это осознала, мне стало очень легко, потому что это то, что я могу контролировать. Объясню. Я не могу контролировать, как ко мне относится человек, но в моей власти выстроить свои границы, объяснить, что мне не нравится, как мне хотелось бы, и пришло такое чувство облегчения, что я могу этот процесс регулировать. После сеанса с психотерапевтом я поговорила со своим работодателем, где я четко объяснила, что мне хотелось бы поменять, но сделала это, конечно же, супер тактично. Выстроила свои границы, дала понять, что я не понимаю свой график, мне не сильно понятны задачи, и я постоянно угадываю. И предложила свой список критериев, по которым, допустим, мы будем оценивать ту или иную задачу. То есть я пришла не с тем, что вы меня не цените и вообще не уважаете мое время, а я сказала, что мне это не сильно нравится, и я предлагаю вот такой исход событий, как вы на это смотрите. И работать стало гораздо проще, и появилась внутренняя ценность, появилось внутреннее уважение, потому что я поняла, как мне не нравится, и предприняла действия для того, чтобы это не нравится поменять. То есть повлияло на то, на что я могу повлиять. И вот этот вот инсайт, когда тебе кажется, что тебя не ценят, скорее всего, это ты не ценишь себя, и дело на самом деле в тебе. И подумай, как ты можешь обозначить, что тебе не нравится, и как вы можете, например, это скорректировать и поменять. Если человек, который не уважает твои границы, даже после того, как ты это озвучил, ну, значит, просто принимай решение уйти от этого человека. То есть выбор всегда за тобой, и дело всегда в тебе. Вот таких три осознания, которые у меня произошли в работе с психотерапевтом, которые действительно многое мне помогли понять, осознать, пишите свое мнение в комментариях. Если у вас были подобные осознания, или если вы сейчас что-то для себя поняли, мне тоже будет очень интересно увидеть вашу обратную связь, понять вообще, насколько мы разговариваем с вами на одном языке, насколько мы друг друга понимаем, насколько мы друг другу можем быть полезны. Люблю вас, объемаю. До встречи в новых видео. Запомни, ты можешь все.